Посмотрел Лоренса Аравийского, что конкретно в этом фильме можно увидеть и почему вы именно за Британию про этот фильм? Ну вот представьте, есть Турецкая империя, у них есть подразделения. Британский агент внедряется в различные этнические группы и начинает финансировать способных достичь результата личности, вносят, так сказать, центробежные силы. Привозит деньги, на которые покупается оружие или приводится оружие. Все. Он создает боевые действия на территории не собиравшегося воевать государства. Вот Турция не собиралась внутри себя воевать, пока не приехали британцы. Приехали британцы, начали деньгами эти фокусы исполнять с оружием, с личностями, находить этих личностей. В результате Турция в рамках себя начала воевать. Отдельные подразделения Турции, отдельные регионы Турции откололись от Турции. Уничтожили турецкую власть на месте. Это деятельность британцев. Если бы британцы не приехали, этого бы не было. То есть это профессиональная деятельность по разрушению империи, государств и так далее. Ведь в принципе вот разобраться, любое государство это общность людей разных этнических групп, разных национальностей. Плюс-минус. Ну, если мы там такие, Япония моноэтническая, да, всех поубивали там лишних, одних маленьких алинов осталось, да, всех остальных съели образно, да. Польша. Польша тоже стала моноэтническим государством, хотя в него входят и казаки, и украинцы, и русские, все входят. Просто они постепенно обкатались, приравнялись к поляку. Они поглотили, уничтожили национальные культуры все, в большинстве случаев. Там остались какие-то местные, но в основном вектор такой. Жесткая национальная политика, да. И у всех государств у нас это общности различных национальностей. Возьмем Китай, возьмем Индия. Вот Индия по этническому признаку, ей объединиться было трудно, потому что там внутренних групп просто очень большое количество национальных. Да. Но если такая большая территория, преодолев свои вот эти внутренние этнические какие-то противоречия, объединяется в большое единое целое, оно становится сильнее. Оно может конкурировать в рамках мира. Его никто не придут, там конницей сто человек не растопчут, да. Двумя БТРами, это как есть такая шутка или этническая история, когда Гитлер объявил войну России, Тува объявила войну Гитлеру. Ну типа того. И он, где, покажите мне эту туву, мы показали маленькое такое место, он сказал выделить один танк одного эсэсовца. Ну это вот такая, хоть со времен Советского Союза шутка. Ну действительно, вот если мы возьмем какой-то наш национальный регион, может ли этот регион в рамках современного мира конкурировать? Казахстан может там что-то сделать, а на практике, чтобы конкурировать, ему надо, ну простые вещи, да, свое ПВО. Создай-ка в рамках Монголии полноценную свое ПВО. Можешь, нет? В рамках любого региона России ты можешь свое ПВО создать, да? Это большая серьезная речь. А что такое, да, замечательное государство, которое сделал Каддафи, Ливия, да? Что такое государство без ПВО, без вооруженных сил? То есть придут какие-то британцы, англосаксы, разровняют твою страну, твой национальный регион, да? Тебе казалось, что ты вырвался там из общности, построил отдельное национальное государство. Вы пришли и просто раздавили, да? Как вот ножкой наступил слоник, да, британский такой или американский. И все, и уничтожил. И политика такова, они в рамках своей глобализации, они равняют, равняют все регионы, все этнические группы, просто их уничтожают, подравнивают их под единый образ такого европеизированного индивидуума с развращенными садомистскими ценностями. Это вот надо им, чтобы везде вот так вот было. И в рамках этого, на примере Америки, стирались национальные полностью все признаки. У нас же в рамках Америки все этнические группы стираются, да? Кроме тех, которые могут сами доминировать на своем регионе, да? Испаноязычные южноамериканцы доминируют там в каких-то южных областях. По кварталам там китайские группы диаспоры доминируют, а остальное все там, черные группы доминируют, а остальное все стирается. Но везде как бы, вот Америка, я очень любопытная карта, мне попадались, этнический состав по кварталам, такая, такая вещь, как она развивается по годам, жесткая национальная конкуренция. Но идея внешняя, интернациональная, чтобы это все как бы приводилось к одному. Так что без вариантов, без вариантов. Для того, чтобы выжить сейчас в какой-то национальности, сохранить свои этнические традиции, корни и так далее, надо держаться, находиться в рамках какого-то государства крупного, Которая сохраняет, позволяет сохранять свою национальную идентичность, раз. Во-вторых, которая допускает в органы власти представителей всех национальностей, которые проживают в этом государстве. Ну, собственно, это Россия. У нас к власти, пожалуйста, грузины, Сталин был, Берия был, украинцы были, там, Хрущев был, эстонцы, латвийцы. Все у нас в государстве имеют открытый доступ к власти, и никто не делит этот хороший, этот плохой. У нас полностью интернациональная политика, здесь вопросов ни у кого не возникает. В то же время в рамках регионов никто не дает на национальную культуру. Наоборот, всячески пытаются ее поддерживать. Так что, здесь выбор только один разумный. Если вы хотите прекратить свое существование, надо поделить, взять свою территорию ножницами с карты, вырезать и сидеть там такие, ждать, когда какой-нибудь сапог, надовский или не надовский, на вас наступит. Все. Это вот посредством наивности можно к этому прийти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok